Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие друзья! Погиб, трагически скончался Владислав Александрович Карабанов, человек, кто долгое время работал главным редактором и ведущим программы «Русский взгляд» на ресурсе ari.ru, человек, который был идеологом, инициатором и создателем синтезита. Добрый вечер! В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 20 августа 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Но я еще хочу добавить еще и варианты настоящего, так, дополнительные варианты. То, что я говорю, это на самом деле одно из пониманий настоящего, потому что 99,9% медийных ресурсов, они дают искаженное понимание реальности, которая существует в этом мире. А наша задача – эту реальность увидеть. И если мы увидим эту реальность, мы сможем сориентироваться в том, что будет дальше. А сориентировавшись, мы, в общем, можем повлиять на это будущее. Дело в том, что наше восприятие, наша трансляция нашей воли, желания, оно так или иначе проецируется на какие-то сферы тонкие и отражается в том, что приближает благословенное время для нас и для наших, в общем-то, друзей. То, что происходит сейчас, я думаю, что это такой яркий такой момент, яркий показательный момент реализации всего того, что мы, в общем-то, так сказать, видели в будущем, и сейчас это будущее наступило. Сразу хочу несколько вещей поставить в точке над «и». Выпуски, которые так или иначе формируют отношение не только к будущему, к настоящему, формируют отношение к людям, к народам, к явлениям. И поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что мы не являемся и не можем считать своими врагами немцев, французов обычных. Так сказать, 99% населения, там, Германии, Франции, Англии, США. Мы прекрасно понимаем, что в Америке огромное количество таких трудолюбивых людей, которые построили эту великую, действительно, страну. Иначе, конечно, так сказать, там люди пишут, там, пиндосы, еще что-то, так сказать. Ну, да, понятно, что власть, зам, захвачена не совсем приятными персонажами, но, тем не менее, основная масса Америки, те люди, которые создали на плечах тех людей, на которых создана мощь вот этой страны и влияние на этот мир, подупавшая, конечно, мощь, эти люди, в общем, не являются нашими врагами, и это должны мы понимать прекрасно. Я много раз говорил, что раньше, в общем, так сказать, какие-то трения между странами и народами происходило, в первую очередь, из-за недостатка еды и ресурсов каких-то. На мой взгляд, сейчас и еды, и ресурсов вполне себе достаточно, поэтому оснований для трения между Россией и, тем более, Соединенными Штатами Америки нет от слова «совсем». Вот вообще нет. Оснований для трения между Россией и Германией тоже нет от слова «совсем». Наоборот, я лично считал, мое мнение было такое, что Германия, это такой самый, должен быть, благодарный и перспективный получатель российских ресурсов для того, чтобы они, так сказать, делали своими руками что-то полезное и продавали в ту же самую Россию. Ну и дальше, так сказать, обеспечивали себя, продавая в другие страны. То же самое и с Францией, и с Великобританией. Ни францужи, ни британцы, так сказать, не являются нашими врагами, так же, как и Прибалты. Я знаю людей, так сказать, выходцев из Прибалтики, с разных этих республик, я хочу сказать, что все они, в общем, так сказать, в той или иной степени положительно, позитивно относятся к русскому народу. Что бы там ни рассказывало там их правительство, какие заявления бы там ни выдвигали. То же самое с финнами, то же самое, так сказать, ну, в Румынии я не был, но хотел бы сказать, что с румынами, наверное, примерно то же самое. Эпоха противостояния на основе недостатка куска хлеба, она прошла. Прошла. То, что мы сейчас видим, это просто, так сказать, агония старой системы, старого мира, старой элиты. И эта старая элита, она, в общем, цепляется, так сказать, руками, ногами за свое положение. В первую очередь, их интересует не, там, будущее, там, немцев, там, финнов или, там, поляков. Их интересует, собственно, личное будущее. А личного будущего у них, в общем, так сказать, не будет. У них нет будущего. Особенно, когда, в общем, так сказать, доллар прекратит свое, так сказать, свое функционирование. Кстати, хочу сказать, вот, в начале выпуска тоже, хочу сказать, как я предполагаю прекращение функционирования доллара. Я так думаю, что ребята не будут ждать, пока обвал достигнет десятикратных, там, значений, или, там, даже пятикратных, и даже, там, двух-трехкратных, они просто прекратят все операции с долларами. Просто прекратят. То есть, вы пойдете покупать на свои доллары, там, кто-то, или кто-то, там, какой-нибудь гонконгский миллионер, или, там, саудовский, еще что-то какое-то. А выяснилось, что операции с долларами не проводятся. Ни банки, ни виза, ни мастер-карта. Этих операций не проводят все, так сказать, эти доллары заморожены во всем мире. Вот так я думаю, что это происходит. У меня вот такое ощущение возникло. Я думаю, что они не будут ждать, когда вот все, так сказать, обвалится, все полетит тара-тара-ры. Они просто остановят и начнут, там, втирать о том, что они, в общем-то, сейчас, там, в связи с какими-то сложностями, там, техническими, там, какими-то политическими, они, вот, так сказать, решили остановить этот доллар. Вот, ну, они, вот, так сказать, там, временно, там, все временно, там, временно, а потом дальше, как бы, попытаться вот так уйти, уйти с поляны, что называется. И в это время они не будут уже мешать, они не смогут физически мешать появлению других форм расчетов. И вот то, что процесс идет именно по этому пути, по этому сценарию, мне кажется, на это наводит информация о событии с яхтой под названием «Баисян», как-то вот так она называется. Это парусная большая супер-яхта длиной 56 метров, это очень дорогая яхта, сделанная в Италии, которая вот внезапно на нее, ну, внезапно я в кавычки тоже беру, внезапно на нее как бы налетел торнадо, и она, в общем, затонула внезапно. Вот. При том, что рядом стоящие яхты, ничего с ними не случилось. Это очень удивительно. И исчезло бесследно шесть человек. Среди бесследно исчезнувших людей председатель совета директоров Мордган Стэнли Интернешнл Джонатан Блумер и его жена. А также, значит, британский IT-магнат Майк Линч. Ну, председатель совета директоров Мордган Стэнли Джонатан Блумер, это очень серьезная фигура. Мордган Стэнли входит по мировому рейтингу в количество, ну, на 34-м месте находится в мире, вот эта компания финансовая. В реальности она контролирует, значит, при первом приближении, значит, ее контроль оценивается в 1 триллион 100 миллиардов долларов она контролирует. В реальности я думаю, что она так или иначе связана с банком и с системой, банковской системой Джи Пи Морган, которая является, так сказать, самой первой, самой мощной в европейском мире. Вот, то есть, дело в том, что первые четыре банка самых крупных, это китайские банки. Ну, это, в общем, такая, так сказать, там история, я не хочу там в нее углубляться. А потом идет вот этот Джи Пи Морган. Вот, Морган Стэнли, это тоже, в общем-то, из того же корня вырос. И я думаю, что у них какие-то связи есть. И исчезновение вот этого Джонатана Блумера с женой, и исчезновение вот этого IT-магната Майка Линча, это все, так сказать, звенья, на мой взгляд, одной цепи. Видимо, ребята спрыгивают, спрыгивают. Дело в том, что сейчас в современном прозрачном мире все достаточно, так сказать, ну, не совсем так вот сразу очевидно. Но оно наводит на размышления. То есть, если там 20-30 лет назад, когда там исчез Роберт Максвелл, значит, основатель медиа-империи, который дружил как бы и советскими там лидерами, и западными лидерами, там, включая Маргарет Тэйчер, там, еще с какими-то людьми, он тоже как-то раз, яхта утонула, и он куда-то исчез. Вот. Тогда это, возможно, не приняло какие-то, так сказать, такие, не вышло в какие-то, не вылезло в теорию заговора. И, как бы, так сказать, восприняли, ну, исчез, исчез, без вести пропал. А сейчас, я думаю, что, так сказать, публика уже более изощренно, она уже понимает, что, в общем, так сказать, нужно подозревать разные варианты выхода этих людей, так сказать, выходов, имеется в виду, так сказать, ухода с политической, так сказать, арены. Кто такой Майкл Линч? Его, дело в том, что он продал Хьюлетт Покарду какую-то свою компанию, которую он якобы сделал, вот, за 11 миллиардов долларов. Потом выяснилось, когда этот Хьюлетт Покарт купил эту компанию, в общем, начали там смотреть, что они купили, выяснилось, что они купили дырку от бублика, вот, и начали дело против него. Самое, что интересно, это, сказать, все журналисты и юристы считали, что он это дело проиграет. Внезапно Майкл Линч выигрывает это дело. То есть, его обвинили, там, мошенничество, так сказать, что он там продал то, что не стоит ничего, он просто подсунул какие-то бумаги, он выигрывает это дело, и дальше он, так сказать, находится в большой дружбе с этим Джонатаном Блумером. Я так полагаю, что все открывается достаточно просто. Этот Майкл Линч входит в какой-то круг людей, и им нужно было, там, допустим, какая-то сумма денег получить, там, с Хьюлетт Покарт, так сказать, ну, я так полагаю, вот. Ну, взяли, нарисовали какую-то фирму, или купили, или, там, так сказать, или, там, нашли этого Майкла Линча, или он, может, готовился к этому. И дальше, так сказать, много бумаг, по сути, там, ничего, пустое место взяли впарили своих же, даже не впарили, а они, в общем, так сказать, списали, там, деньги сами, и поделили между собой. Дальше какие-то люди возмутились, так сказать, не, ну, как это так? Как это так? 11 миллиардов долларов куда-то, так сказать, испарились, надо этого человека наказать, вот. А выяснилось, что у них руки короткие. Руки короткие, ничего, так сказать, они не смогли ни доказать, ни наказать. Доказать они смогли, наказать не смогли. А дальше вот этот Майкл Линч, Джонатан Блумер благополучно исчезают, пропадают без вести. На очень качественной, хорошей яхте, которая не может затонуть, в принципе, потому что там есть уже информация от стюардессы, которая там, в общем-то, кроме гостей, на этой яхте около 10 человек экипажа. То есть, это такая серьезная, так сказать, машина, 10 человек экипажа. То есть, это капитан, там, какой-то боссман, помощник, там, стюарты, там, уборщики, повара, там, в общем, такой серьезный. Так вот, стюардесса, которая там плавала через Атлантический океан на этой яхте, она выразила удивление, сказала, что мы проходили через очень сложные погодные условия, яхта, так сказать, она, в принципе, так сказать, спокойно проходит, так сказать, серьезные такие, так сказать, погодные условия. Так никаких проблем не было. А тут раз, около берегов Италии, все яхты стоят рядышком, а она, в общем-то, затонула. Ну, они могут себе позволить, конечно, так сказать, затопить и такую яхту, и исчезнуть. Вот тот же самый Максвелл, там, в 91-м году, он тоже, так сказать, в кавычках затонул, опять же, в кавычках, без кавычек, мы, так сказать, не знаем. Это медиамагнат, который создал целый ряд, он не создал, возможно, контролировал целый ряд, так сказать, изданий, вот, мировых-то, да, дружил с советскими людьми, западными товарищами, так сказать, вот. А дальше, видимо, он какие-то обещания давал там советским этим руководителям. И в 91-м году, когда Советский Союз развалился, обещания он там своих не мог сдержать, вот. И он, ну, они решили, не то, что он не мог сдержать, они сказали, ну, ты исчезни, и все. Из тебя взятки гладки. И все, и он таким образом исчез, этот Максвелл, Роберт Максвелл, кажется. Вот. А с этими, я думаю, что ситуация примерно такая же, вот. Что-то они кому-то там обещали, гарантировали, все, так сказать, особенно Джонатан Блумер, вот. И все, они, так сказать, раз, так сказать, испарились в тумане. Где-нибудь они там возникнут на каком-нибудь острове, на котором, так сказать, в свое время, наверное, возник там тот же самый Роберт Максвелл, вот. Я думаю, что у них есть такое местечко. Они эти места, я думаю, что саранее готовят, вот, и дальше, так сказать, пользуются, вот. И пошли разговоры о том, что, я вот тут читал о том, что, здесь такой, на территории 404, бывший консультант, или, не консультант, советник президента Кучма. А это такой, достаточно, так сказать, серьезный персонаж был от Кучма. Ну, вот, он до этого руководил этим заводом «Южмаш», который делал баллистические ракеты, вот, так сказать, с огромными, миллиардными оборотами, вот, в долларах. И был президентом два срока, то есть, как бы он шел как пророссийский президент, потом выяснилось, что он не совсем пророссийский, вот. Так вот, этот Соскин сказал о том, что, так сказать, господин Зеленский готовится, так сказать, слинять. Ну, я не думаю, что этот, так сказать, товарищ, бывший советник президента Кучма, так сказать, ну, исчезнуть. Исчезнуть куда-то, так сказать, вдаль светлую, с территории 404, вместе с семьей он уже готовит. Я не думаю, что этот Олег Соскин, так сказать, на пустом месте все это, так сказать, стал говорить. Я не думаю. То есть, я думаю, что у него есть информация. Смысл всего происходящего в чем? Я думаю, что управленцы, и в первую очередь не только управленцы, а те, кто, так сказать, за кулисами, те люди, которые решали какие-то вопросы, ну, и плюс, как бы, обслуга, типа, там, Зеленского, это, понимаешь, это понятное же дело, что это обслуга, они готовятся к эвакуации. Ну, если так можно, в общем-то, так сказать, вот, сказать. К эвакуации. Все. Но эвакуация, вот тоже Соскин сказал, что предположительно планируется на октябрь месяц. Значит, почему на октябрь? Ну, я думаю, что в октябре должен произойти клинч между Трампом, его избирательной командой, избирательной машиной и глубинным государством. Значит, для чего это делается, так сказать, для чего это сделано, поддержаны, скорее всего, так сказать, глубинным государством обе стороны, и Трамп, и Камала Харрис, ну, для того, чтобы, в общем-то, так сказать, сделать выборы нереализуемыми, выборы президента США, и на этом деле прекратить действия доллара. Все. И вот в этот момент начали соскакивать очень серьезные люди. Очень серьезные люди. То есть 34-е место даже у этого Морган Стэнли Интернешнл, это очень серьезное место. И вместе с какими-то там подельниками, вместе с какими-то, так сказать, ребятами, я думаю, что они все для себя приготовили. Вот сейчас еще в течение там каких-то двух-трех недель, может, там чуть побольше, плюс-минус, до конца сентября погибнет, в кавычках, еще кто-нибудь или исчезнет куда-нибудь, растворится в пространстве. И мы в октябре будем лицезреть закрытие длинных позиций, как это говорил там еще Герасченко, так сказать. У меня длинная позиция в рублях. Длинная позиция, это, в общем-то, он ставит на рубль. Он говорит, перед тем, как дефолт произошел там в 98-м году, он вышел. Я просто помню его заявление, он вышел на трибуну Государственной Думы и сказал, что, да вы не беспокойтесь, все будет нормально. У меня длинная позиция в рублях. Длинные позиции сейчас в долларах, и они будут закрываться. И вот я еще раз хочу, так сказать, слушателям программы «Русский взгляд», нашим, в общем, так сказать, интересантам сказать о том, что, как я это вижу, все операции с долларами в мире остановятся. Ну, а дальше, так сказать, будет так, как бог на душу положил. Уже кто-то подготовился, кто-то там сейчас начнет готовиться. Но я думаю, что основные игроки уже подготовились. У них уже там пакеты документов есть, что от чего расписано, что они там выпустят, под какие там гарантии, под какие-то активы. Все-все-все расписано. И, в общем, мы немножко там помыкаемся недельки-две без каких-то там более-менее реальных валют. Ну, а дальше, так сказать, случится всплытие с кучей всяких каких-то альтернативных единиц универсальных. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Так, ну, из последних событий, да, там, я думаю, что там два слова, два слова там можно сказать по поводу событий там на территории Курска, так сказать, наступления вот этой армии 404. Я лично просто повторю там свои, так сказать, замечания из предыдущих, так сказать, выпусков о том, что никакого принципиального значения события на территории Курской области, вторжение, так называемое, так сказать, так называемое вторжение армии 404 на эту территорию никакого значения не имеет. Никакого значения не имеет. Я даже посмотрел там, ну, там, территорию, да, около тысячи километров, они заняли территорию, но, значит, пишут, что вывезено, эвакуировано 121 тысяча человек. Я посчитал там, общее население, которое там живет, может жить вот на этой территории, которая занята, так сказать, вот этими, так сказать, частями армии 404, оно, ну, тысяч двадцать, наверное. Ну, может быть, может быть, двадцать пять тысяч. Все это вывоз людей, все это самое, это все истерия. Истерия. Понимаете? Истерия зачем? Ну, мы можем только догадываться, делать предположения. Потому что, так сказать, не сообщение там западных СМИ о том, что, так сказать, там доблестная армия 404 развивает наступление в глубь территории России, вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Даже когда Гитлеровцы, так сказать, в 39-м году устраивали провокацию против Польши, якобы, что якобы польские военные пытались захватить радиостанцию немецкий город и радиостанцию в городе Гляевец. Такое там городишко, так сказать, да там тоже даже какая-то радиостанция была. Город там какой-то там, я не знаю, сколько там населения этого города. Так, вот, сейчас я вот посмотрю. Так, вот, на секунду. Ну, так, Гляевец, так сказать, сейчас вот. Вот, да, одну секунду, так сказать, вот, я смотрю, да, население 179 тысяч человек, на секундочку, 179 тысяч. Ну, была провокация, да, из-за которой немцы, так сказать, начали Вторую мировую войну. Вот здесь население, это в лучшем случае 20 тысяч. Самым большим населенным пунктом на этой территории, я думаю, что там 20 тысяч нет, я думаю, что там 10-12 тысяч там вместе с хуторами, там, со всякими заимками, это максимум. Например, там самым крупным населенным пунктом является вот этот город Суджа. Население Суджи 4950 человек. Все, самый крупный населенный пункт. Остальные населенные пункты там 200 человек, 900 человек, там, вот какие-то такие. Их там штук там, ну, 5-7, может, 10. Ну, они такие вот, вот никакие, там, значит, там нет людей. Поэтому откуда они 121 тысячу взяли? То есть, я думаю, что с окружающих мест они взяли, вывезли вот этих людей куда-то там, зачем-то, так сказать, нагнать истерию. Я думаю, что это нагон истерии. С одной стороны, они говорят, не-не-не, мы не собираемся, так сказать, никаких переговоров, ничего не собираемся. Ну, как только вы услышите, что там какие-то люди, может, давайте, вот, так сказать, переговорим, чтобы они ушли оттуда. Ну, значит, ну, имейте в виду, что это, так сказать, такая комбинация. Комбинация. С одной стороны, там, так сказать, войска территории 404 заходят на российскую землю, и дальше, в общем, там комбинация для того, чтобы заключить так называемый мир. А мир заключать уже нет, я не вижу смысла. Все. В октябре месяце, так сказать, закрытие длинной позиции по доллару со всеми вытекающими последствиями. Исчезновение того же Зеленского, я уверен, куда-нибудь он исчезнет. Вот. Все это и думы территории 404, ну, и всех, так сказать, товарищей, которые там выступают за то, чтобы довести разгром России до победного конца, так сказать, тоже они куда-то рассосутся и исчезнут. Вот посмотрите. Вот посмотрите. В России тоже события, тоже, так сказать, не буду так вот стоять на месте, и, значит, и там вот эти товарищи, которые пилили деньги на поставках армии, чтобы они, так сказать, вот на белых конях въехали, там, в Киев. Я тоже сомневаюсь, что это будет так. Я думаю, что все будет значительно сложнее. Значительно сложнее. Даже не испытывайте иллюзий, что все, так сказать, будет, так сказать, потрясение коснуться всего мира, включая Россию, рубль. Если вы думаете, что как бы остановятся, так сказать, доллары, что вы можете побежать за вмиг подорожавший рубль что-то купить, очень сильно вы заблуждаетесь. Нет. Как только встанет доллар, вы за рубли ничего не сможете купить. Вам за рубли ничего не продадут. Понимаете? Потому что рубль, он, в общем-то, является проекцией доллара. Проекцией, так сказать, всемирной системы оценки товаров. Как только оценка товаров исчезнет, то есть доллары, значит, будут ждать новые оценки товаров, нового, так сказать, универсального продукта, вот, универсального эквивалента, и будут с помощью этого эквивалента определять стоимость. То есть я думаю, что это будут электронные, так сказать, права на какое-нибудь золото, там, на лес, там, еще на что-то. Электронные права. Не исключено, что это будет какая-то какая-то валюта БРИКС. Вот наши друзья, участники этой, так сказать, системы БРИКС, они уже так немножко, так сказать, злятся. И это видно, там, тоже самый Китай, те же самые, там, арабы, так, немножечко, так сказать, там, раздражены. Пытаются подтолкнуть Россию, что, ну, давайте, давайте, вводите, вводите, вводите. Поэтому уже перестали, там, за юаней что-то продавать, вот, потому что нужна другая система, электронная. В этой электронной системе, я еще раз напомню, самое важное, самое важное, что банки практически не нужны. Обслуживать какие-то моменты, там, транзакции банк может. Но он, в общем-то, так сказать, как вот сейчас, чтобы ввести ваши счета, сколько там у вас денег, он уже не нужен будет. Ну, и поездка в Азербайджан, я думаю, что она, там, президента России, я думаю, что она тоже, как бы, какой-то, так сказать, складывает какой-то пояс какой-то, пояс, транспортный пояс, вот. И через этот транспортный пояс уже, так сказать, могут направлять свои товары не только Россия, но и, кстати, замечательный Китай. Через Россию до Волги, а потом по Волге, через Азербайджан, или, там, по железной дороге через Азербайджан, так сказать, через Иран, и все, так сказать, в Персидский залив, через Персидский залив они, так сказать, выходят на Турцию. Ну, там, не через Персидский, через Азербайджан они выходят, или через Иран на Турцию выходят, на арабские страны выходят, в общем-то, на очень мощный, серьезный рынок, включая на Индию. То есть это восстановление великого шелкового пути, который был между Китаем и странами Запада и Востока. И он был, в общем-то, имел два ответвления. Одно северное ответвление шло через Новгород, то есть на Волгу, потом по Волге наверх, наверх, на Эркс. В своей книге «Запрет на историю Руси» я про этот шелковый путь описываю. Этот шелковый путь существовал с незапамятных времен, то есть он шел через Волгу, на Великий Новгород, дальше через Финский залив и дальше в Балтийское море. Следующий, другой путь шел через Крым. То есть, опять же, Волга, Дон, Танайс. Ну тогда, может быть, раньше Танайс был, потом там река Дон. Через Крым он уже шел в Средиземноморье. И южный путь, он шел через Каспийское море, через Иран, вот в эти арабские страны и в Китае в том числе. Почему напрямую нельзя было там по морю? Я думаю, что морские путешествия в свое время были очень опасны. По целому ряду причин. Очень опасны. Если по сухопутному пути можно было выстроить какие-то государственные системы, которые обеспечивали безопасность этих караванов, то на море, видимо, это было сделать невозможно. Невозможно. Посмотрите там вот, так сказать, карту, и вы увидите, что там нужно проплывать вот эти всякие, так сказать, сингапурские острова, там, малайзийские какие-то острова, там, в общем-то, там сложное путешествие, так сказать, там пираты могли, и с этими пиратами, я думаю, что ничего сделать нельзя было. Плавать по открытым морям тогда не могли. Могли плавать только каботажным способом, каботажным вдоль берега. И поэтому существовал вот этот великий шелковый путь, который вот двигался так. Китай, Волга, Новгород, Балтика. Китай, Волга, Крым, Средиземноморье. Китай, Волга, Иран, Ближний Восток. Все вопросы замыкаются. Соответственно, так сказать, нужна система расчета. Система расчета, ну, эти китайцы уже подталкивают. Но для того, чтобы появилась новая система расчета, нужно, в общем, чтобы закрылась старая система расчета. Вот эта длинная позиция по старой системе расчета должна закрыться, так сказать, в октябре. Скорее всего, так сказать, нашим замечательным американским кукловодам тоже нужно как-то, так сказать, решать этот вопрос. Вот. Ждать, пока там все обвалится и превратится в ничто. Они, так сказать, не будут. Они должны, так сказать, просто прекратить операции в долларах. А дальше, так сказать, они будут играть там, валять дурака. И там решать эти вопросы, так сказать, на фоне того, что Америка как государство, оно, так сказать, оно прекратит свое существование. Потому что в реальности Соединенные Штаты Америки это 50 штатов, вот, которые, в принципе, имеют самостоятельные варианты конституции. У них есть национальные гвардии, у них есть, значит, губернаторы, законодательные собрания. В общем-то, эти все атрибуты государства. Внутренние законы какие-то там. Для того, чтобы быть юристом там в Нью-Йорке и юристом быть там в Лос-Анджелесе, нужны, так сказать, разные лицензии там адвоката, разные, так сказать, там, разные лицензии строителя и так далее и тому подобное. То есть они распадаются очень легко. И долг свой, так сказать, в размере то ли 35 триллионов, то ли там 55 триллионов долларов они прощают. Всем, кому должны. Как оно, в общем-то, было всегда. Люди не хотят в это верить, но это, в общем-то, их право. Я считаю, что это их право. Дальше важное такое, важное событие, это попытка запрета, или даже не попытка, а запрет украинской православной церкви. Понимаете, так сказать, вот это такой момент. Прямо стремительно в течение недели запретили украинскую православную церковь. Бабах и запретили. Что это, к чему это, значит, я должен пояснить, на мой взгляд, позицию, так сказать, русского человека, как нам относиться к религиям тем или иным. Я лично считаю, что свобода совести, это вообще базовая, базовая основа свобод человека, базовая. Никто не вправе запрещать человеку исповедовать ту или иную религию. Никто не вправе. На меня, в общем, произвело впечатление, история, которую я там прочитал, этих иранских ханов. Иранских, это монгольские ханы, которые захватили Иран, значит, в конце, в середине 13 века, и, в общем, в конце, так сказать, 13 века, там, 1260 году, 75 году, но они там уже укрепились, все, так сказать, вот, ильханы, назывались они ильханами, вот, значит. Так вот, там один из ильханов был сам, он, в общем-то, был христианином, нестарианцем. Христианином, нестарианцем, сам он там был. Местное население в Иране, как вы понимаете, к 12, к 13 веку, это были все, так сказать, население было исламизировано, поэтому это были последователи ислама. В то же время там у него, в общем-то, так сказать, его там во дворе, там, процветал вариант буддизма, и еще какие-то, так сказать, изводы. И ничего это не мешало там им жить, управлять, потому что, так сказать, даже там в 13 веке считало, что это личное дело каждого человека. И в этом отношении я лично считаю, что религия – это личное дело каждого человека. Но, здесь такой важный момент, но вот эти структуры религиозные, они псевдорелигиозные, которые выстроены там, всякие, так сказать, патриархии, архиепископии, там, еще что-то, это структуры политические. И они никакого отношения к вот этим общинам, которые там, в общем-то, содержат церковь, там, попа какого-то, и исповедуют свою религию, вот эта вот, так сказать, надстройка никакого отношения не имеет. Так же, как вот Ватикан, никакого отношения, по большому счету, не имеет к этим вот, так сказать, католикам, которые там живут по всему миру. Это все политические надстройки. РПЦ, так сказать, УПЦ, там, Украинская Православная Церковь, это, так сказать, тоже политическая надстройка. Я лично считаю, что, так сказать, решение вопросов с политической надстройкой, это политики пусть и занимаются. В России тоже, в принципе, так сказать, патриархии не нужны. Не нужен в России патриарх. Хотите исповедовать православие? Да, ради Бога, ходите. У вас есть, так сказать, там, приход, церковь. Как правило, церковь уже, так сказать, последние, там, 20 лет государство бесплатно построило. Все, и содержите эту церковь, содержите своего попа, и решайте все эти вопросы сами. И все. Как только перестанет быть взаимосвязь вот этих, так сказать, приходов с вот этими, с этими структурами управленческими, так сказать, административными, которые созданы, так сказать, когда-то еще во времена, там, Римской империи, во времена, там, Восточно-Римской империи, Московского царства, вот как только вот эта связь исчезнет, и вот эти, как, епископы, епископы, там, вот вся эта надстройка, там, патриархи, папы всякие, так сказать, все как только исчезнет, все исчезнет, все для того, чтобы, в общем-то, эти структуры воспринимать как политические. Люди будут их воспринимать исключительно как религиозные структуры. И никаких проблем уже не будет. А так, вот эти, так сказать, товарищи, они зачастую натравливают верующих на представителей, там, других религий, вот, и так далее, и тому подобное, так сказать, разжигают рознь, выполняют, как правило, политический заказ. Как правило. Поэтому, так сказать, события на территории 404 в отношении УПЦ, я думаю, что нужно воспринять, максимально спокойно. Вот не переживать, не рвать на себе, там, эти волосы, вот, спокойно воспринимать, вот, так сказать. Общины там хотят, они пусть, так сказать, они там занимаются. Но единственное, конечно, там, это, так сказать, территория 404 не должна создавать новые структуры с новыми архиепископами и патриархерами. Не нужны они там, понимаете, не нужны. Все. В будущем, в будущем русском государстве все будет замыкаться на приходы. Все. Есть приход, все, так сказать. Ну, там, может быть, там, какой-нибудь совместный совет по, там, закупке свечей, может быть, в церкви, там, или изготовлению свечей, так сказать, вот. Еще какой-то, там, совместный совет, там, по заказам, там, этих икон каких-нибудь. Может быть. Но структур этих не должно быть. Все. Они лишние. Так, что еще хотел сказать? Ну, из того, что вот мы вот видим, чувствуем, я хочу сказать, что военная кампания, которая началась в марте 22-го года, она, конечно, ну, слегка утомила россиян, но именно слегка. К чести, нужно сказать, российского руководства, сделано достаточно много для того, достаточно много для того, чтобы российская публика, она, в общем, не чувствовала войны. При том, что куча всяких турбопатриотов вылезает время от времени, так сказать, истерично требует мобилизации. Мобилизации, там, армии, мобилизации экономики и так далее и тому подобное, так сказать, вот. Но в России, вот, меня это даже удивило. Меня это даже удивило. В России как-то спокойно. Запад этой мобилизации ждал, как манны небесной. Как только ее обвили, все. Собрался, так сказать, хор этих обличителей, сказали, ну вот. Ну, как-то, помните, да, в сентябре 22-го года, там, мобилизация, так сказать, в ответ на, там, требования всех их турбопатриотов. И вот этот хор западных обличителей, значит, специалистов психологических войн, они, значит, в один голос, ну все. Ну, вот началось. Вот мы вам говорили. Все. Только они набрали, так сказать, как бы ход. Вот. Ну, миллион человек уехало, испугавшись. В общем, в России сообразили, что, так сказать, нужно с этим делом завязывать и, в общем, так сказать, прекратили всякую мобилизацию. Вот. И поэтому всегда помните, когда какой-то турбопатриот выскакивает и требует какой-то мобилизации, так сказать, он, ну, в общем, не очень, так сказать, реально воспринимает, так сказать, психологию, так сказать, человека, реально не совсем, здоров. Понимаете, он, так сказать, ничем не управлял там. Вот. И поэтому требует мобилизации, так сказать. Современная, вот почему, так сказать, российская армия на самом деле выигрывает там. Насколько мне известно, ее сдерживают. В реальности она выигрывает на территории 404 только потому, что это исключительно добровольческие формирования. Исключительно добровольческие формирования. Их мобилизовали, но все, кто не хотел воевать, отпустили всех. Мне рассказывали, что даже во время мобилизации, когда они поняли, что ни в коем случае насильно никого нельзя никуда отправлять, их там собирали в эти лагеря и предлагали, так сказать, вот этот, значит, контракт там на 204 тысячи и если не хочешь, ну, все, можешь идти домой. Вот так это было. И я вообще лично, я считаю, что в современной, в современном государстве никакой мобилизации, более того, срочной службы быть не должно. Более того, если молодой человек, так сказать, он пройдет там трехмесячные курсы, это не срочная служба, это просто трехмесячные курсы, в которых он, на которых он познакомится с армией и со своими, как бы, так сказать, ну, обязанностями, если он захочет заключить контракт, еще что-то, так сказать, это одно. А кого-то насильно засовывать в военную часть хоть на год, хоть на три месяца, категорически нельзя. Часть из этих людей, в общем-то, даже на три месяца, возможно, не захочет. Но это небольшая часть, очень небольшая. Три месяца согласятся все. Но как только, значит, отменить срочную службу, я думаю, что примерно половина вузов в России закроется. Половина. Потому что молодые люди идут в вузы только для того, чтобы, в общем-то, не идти и год не терять в этой армии. Все. Вот понятные вещи. Дальше они откупаются, дальше они как бы решают какие-то вопросы, так сказать. Вот, значит, на самом деле это все, так сказать, замкутая система, которая кормит огромное количество, так сказать, ненужных вузов, ненужных структур, систем, которые, так сказать, там, за какие-то деньги, так сказать, помогают откосить от этой армии. Все. Армия в нормальном государстве может быть исключительно добровольной. И сейчас хотите воевать? Пожалуйста. Сами можете идти воевать. Вот эти турбопатриоты, они там, вот, мы тут, надо мобилизацию. Пожалуйста, иди, записывайся, агитируй своих друзей, знакомых, родственников, и иди. требовать от государства, чтобы оно кого-то заставило мобилизовываться, не надо. Так вот, к чему я хотел сказать, что российское государство, так сказать, не знаю, каким-то чудесным образом, оно избежало напряжения со стороны населения, вот этой, так сказать, реальной войной. Она идет, война, люди даже не замечают, забывают, что идет война. Конечно, есть там сложности, ограничения, есть очень много. Но это не так, как было раньше. А вот на территории 404 эту войну люди чувствуют, так сказать, очень даже конкретно. Так вот, к чему я хотел сказать, что, так сказать, у них наступает усталость. У них наступает усталость. Известно из области исторической, что Первая мировая война началась, грубо говоря, 1 августа 1914 года. Февральская революция случилась 23-го или 20 какого-то февраля, по разным этим датам, 1917 года. С момента начала войны и до Февральской революции прошел 31 месяц. Вот вы знаете, когда пройдет 31 месяц, так сказать, с момента начала военной операции, так сказать, на территории 404 войны, он в этот момент приходится на конец августа. То есть, через 31 месяц население Российской империи настолько устало от этой войны. Сначала там патриотический угар был, все хорошо, так сказать, было. Потом это, так сказать, окопное сидение, потом там еще какие-то провалы. Ну, в общем, все, что сопровождает войну, там, воровство, там, начальство, царской семьи, там она, так сказать, воровала, там, решала какие-то свои вопросы, так сказать. Вот. Через все это общество прошло, и к февралю 1917 года общество уже готово было принять эту февральскую революцию, смену, снос, полный, полный снос политической системы, который существовал до этого почти 300 лет. Понятно, что он там менялся, но семейка-то там, в общем, та же самая сидела. То же самое на территории 404. То есть, поначалу там был патриотический угар, потом, в общем, в процессе, так сказать, перемалывания, они перемололи огромное количество, так сказать, живой силы, так сказать, в бессмысленных каких-то атаках, в бессмысленных, так сказать, операциях, совершенно бессмысленных. И я так полагаю, что к концу сентября, там население созреет для коренного изменения всей политической системы. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил. Я лично считаю, что на территории 404 и в России живет один и тот же народ. Один и тот же народ. Ну, в России они назывались русскими, а, так сказать, жители из территории 404 малорусами. Я вот еще исторические там справочники смотрел, малорусы. Не малорусы, а малорусы. Вот даже так. Так и писалось. Народ абсолютно один. Просто, так сказать, каких-то дурачков поманили какой-то Европой, там они там демонстрировали, там в Европе. Помните, да? В 22-м году, в 23-м, там демонстрации, там все, так сказать. Все. Вы обратите внимание, никаких демонстраций нет. В Европе никаких демонстраций нет. А вот в конце сентября они уже будут готовы, в общем, так сказать, завершить эпопею с этим замечательным государством. 404. Ну, вы знаете, я не называю, чтобы, в общем, так сказать, YouTube не заблокировал. Так, давайте зачитаю ваши вопросы. Андрей Тушина, Владислав, добрый вечер. Целый день сегодня висела новость на Дзене о том, что за прошедшую неделю заболеваемость волшебным вирусом в России возросла на 31,4%. Все никак не успокоится. Конец цитаты. Ну, система-то была создана, машина-то была создана, запущена. Людям же понравилось, вы же помните, так сказать, примерно треть медицинских работников, они очень хорошо получили, там, всякие бонусы, всякие, там, премии, там, все хорошо было. Очень хорошо. Очень хорошо. И они хотят еще. Они хотят еще. И с этим, возможно, с этим, с Роскомнадзором, там, еще, или какими-то, какие там структуры, нет, Роспотребнадзором, Роспотребнадзором. Тоже хотят еще, ничего, неужели, непонятно. Ну, им еще нужно оправдаться за старое. Ну, видите, мы же говорили, что это был, в общем-то, так сказать, волшебный вирус. Вот болели, и сейчас опять будет волшебный. Только вот дураков уже, так сказать, которые там согласятся, так сказать, открыв рот слушать, это уже нет. Это очень хорошая информация. То, что они хотят заново там что-то там провернуть, это плохая информация. А то, что, в общем-то, так сказать, людей не осталось, которые будут их слушать, это для них, так сказать, такая, в общем-то, так сказать, информация. Говорит о том, что это бесперспективно. Вот. Так. Так, давайте сейчас. Сейчас я тут. Сейчас вот. Ну, мне тут пишут еще и, пишут еще и через, так, вот там, Вальтер Аваков, он почему-то написал мне, через Телеграм. Продолжение или наоборот, начало истории про исчезновение Майка Линча, тоже интересное. Есть неожиданное совпадение. В субботу, 17 августа, бывшего финансового директора компании Autonomy Стивена Чемберлина, которую продали Майк Линч Хьюлетт Покарду, сбила машина в английском Кембридж Шири. Чемберлина доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти не смогли. А меньше, чем через 40 часов погибает второй оправданный Майк Линч, Ну вот, ну интересно. Очень интересно. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Но я лично считаю, что эти ребятки, так сказать, исчезли не просто так. Так. Сергей, 19,56. Импортные товары могут подорожать как минимум на 10% из-за проблем с поставками из Китая. Проблемы возникли из-за новых требований компаний в КНР. Российский бизнес сейчас часто отправляет деньги через посредников в других государствах, поэтому маршрут поставки становится сложнее. Мое мнение, это Китай добивается запуска валюты БРИКС. Конец цитаты. Я тоже так думаю. И в позапрошлом выпуске я раньше говорил, да. Потому что банки не нужны будут. Сейчас же кто блокирует оплату банки? Предприятия вообще глубоко по барабану, куда поставлять. То есть, не по барабану, но они поставляют покупателями. А банк это просто структура, которая передает деньги. Так как сейчас универсальной единицей оценочной является доллар, то банки боятся санкций ФРС США. Если будет валюта БРИКС, цифровая, то естественно на предприятие перевели деньги и все. Банк вообще не нужен. Просто не нужен. И предприятие отправило продукцию. Все. Какие вопросы? Так. Сергей, 19.56. Вчера в 23.00 в подземный бункер прилетело две баллистические ракеты «Искандер». В момент удара в бункере находились офицеры Генерального штаба ВСУ, а также иностранные офицеры, отвечающие за работу систем ПВО. Точные потери уточняются. Ракеты засекли за 30 секунд до удара по цели. Никаких шансов «Убыть с объекта у офицеров не было». Конец цитаты. Ну, в общем-то, я думаю, что с этим «Искандером» можно было сделать намного более продуктивные, так сказать, отношения с территорией 404. Ну, я так полагаю, что не все просто было с российскими, так сказать, руководителями Министерства обороны. Не все так просто. Но я думаю, что и сейчас не закончилось все. И сейчас не закончилось. Вот этого генерала, этого Иванова, которого, так сказать, обвиняют в каких-то взятках, хотя, очевидно, там его обвиняют во взятке в миллиард рублей, а у него только там один особняк там где-то на берегу Волки, усадьба, стоит 2 или 3 миллиарда. Понимаете, так сказать, это человек, который, нагреб колоссальные деньги, я думаю, что сливал информацию куда-то там в зарубежные структуры. Тем не менее, вопрос с его подготовкой к суду, он как бы идет, и они так активно отбиваются, эти товарищи. Он сдал там какой-то загранпаспорт, сказал, что не-не-не, он никуда не собирается уезжать, то есть я так по тональности у меня есть такое ощущение, что они его хотят вообще вытащить. Его покровители, они остались в высших эшелонах российской власти. Они остались. Как будет этот вопрос решаться, для меня большая загадка. Посмотрим, жизнь покажет. Но я уверен, как только прекратит существование доллар, в России тоже все пойдет так, как никто даже не предполагает. Ну, люди тоже, люди-то начнут исчезать сто процентов. Просто куда они начнут исчезать, так как на Западе, так сказать, их там долларовые активы, они превратятся в ничту. Просто в кусок, в кучу битых черепков. Понимаете, как это, там, дьявол, он же как-то как рассчитывается, вроде так хорошо, а все, так сказать, он превращается в битые черепки. Вот. Алекс 89. Здравствуйте, вряд ли отменят срочную службу, это же просто простор для коррупции. По логике, лучше удвоить зарплату контрактнику, чем заставлять укладывать снег кубами срочнику. Но тогда детям генералов не будет хватать денег на поездки в Монако, конец цитаты. Ну, насчет того, что дети генералов там ездят в Монако, я сомневаюсь, так сказать, есть, конечно, да, отдельные дети, привилегированных генералов, так как вот этот Иванов, он, в общем-то, никаких военных училищ не заканчивал, так сказать, просто взяли его там, перетащили откуда-то там, других там вытащили. Вот. Понятно, что это такая синекура, вот, плюс они подкупают интеллигенцию там, которые там преподают в этих вузах. Сколько этих вузов, одному богу известно. Понятно, что молодые ребята, вместо того, чтобы там посещать эти вузы, прекрасно бы учились какой-нибудь профессии нужной. За год, за два они научились бы, так сказать, хорошие, нормальные профессии, так сказать, вот, значит, причем не обязательно для этого в вуз ходить. Люди-то думают, что если человеку выдали корочку, вот он по этой корочке будет большим специалистом. Это очень глубокое заблуждение. Я просто в свое время там в Питере мне рассказывали, там вышел знакомым моего там приятеля, закончил он институт Бонч-Бруевича. И, значит, его пристроили то ли в МТС, то ли вот в какой-то Мегафон там, я не помню, в какую-то компанию. И когда он туда пришел, ему первое сказали, все, что, все, чему тебя учили, забудь. Как забыть? Говорит, ну, так, вот забудь и все. И все. И отправили его, в общем, монтировать ручками, ножками, так сказать, вот, на линейные какие-то, так сказать, задачи. Все. Забудь. То есть, на самом деле, высшее обучение, когда там государство платит деньги, то есть, люди думают, ну, бесплатное обучение, это, представляете, так здорово, так здорово. Ну, а если вот вы заплатите вперед за какую-то работу, и даже от вас не будет зависеть от того, что вы, так сказать, можете там не заплатить кому-то. государство вместо вас платит деньги какие-то. Какой уровень сервиса вы получите? Я думаю, что вы сами догадываетесь. Так, если в этих вузах. Значит, там приходят какие-то эти преподаватели, отбарабанивают, то, что за что уже заплачено, и студент ничего не может, так сказать, заставить, переделать, сделать, по-другому, там, готовиться, так сказать, вот, читают. Причем, так сказать, теорию, ну, не теорию, а теорию и практику, там, как говорится, менеджмента, вот, на факультете менеджмента, вот, этой теорией и практикой, вот, в Ленинградском госуниверситете создали факультет менеджмента. Вот. Ну, 90-е годы, все, мир поменялся. Вы знаете, кто этот факультет создавал? Вот, ни за что не догадаетесь. А я вам, скажу, создавали бывшие преподаватели университетской кафедры истории КПСС и научного коммунизма. Чтобы вы вот так понимали. Я говорю, как человек, который преподавал и учил, так сказать, этих самых студентов научному коммунизму, как он может преподавать менеджмент, еще что-то? Ну, да, написали там себе, так сказать, что он может написать? Он вообще, так сказать, несерьезно относится к этому, к своему продукту, к своему преподаванию. Просто как к тарабарщине. Написал там правильные слова поставил и все. А нужно же к этому относиться с душой. Вот этого вот в этих вузах и, на мой взгляд, и нет. Есть, конечно, так сказать, преподаватели от Бога, так сказать, они есть, и также и врачи от Бога есть, и все, так сказать, есть, есть. Я думаю, что, ну, я раньше думал, что таких процентов там 30-40, сейчас я думаю, что не больше 10 процентов. Ну, мое мнение такое, к сожалению, к сожалению. Так. Сейчас. Ну, еще раз. Сергей, 1956 издание, Дикказет, пишет, что власти Украины боятся обнародовать данные о потерях ВСУ. В Турции ужаснулись потерям ВСУ на фронте более миллиона человек убитых и тяжело раненых, которые останутся навсегда инвалидами. Конец цитаты. Да, эти власти ничего не беспокоят, так сказать, они ориентируются только на своих хозяев. Будут хозяева, они их, в общем-то, так сказать, отмажут по-любому. Поэтому, так сказать, переживать из-за этого не нужно. А вот хозяева, если рассосутся, вот тогда, так сказать, будут проблемы. Ну, до последнего, так сказать, товарищи с территории 404, управленцы, они даже не думали, что там может, в общем-то, что-то рассосаться. Только сейчас они начинают понимать, что это все может в один день закончиться. Понимаете? Вот. В один день закончится, так сказать, все эти игры с пленными высокопоставленными офицерами НАТО тоже, так сказать, вот эти игры тоже, так сказать, информация же проходит. Буквально вчера там по Первому каналу российского телевидения сообщали о том, что в плен в штабе около линии фронта в Сумской области, так сказать, было захвачено, так сказать, несколько высокопоставленных офицеров НАТО, в том числе один генерал. высокопоставленных. То есть, раньше об этом не говорили, только сейчас начали говорить. В Мариуполе, когда захватили этого, ну, опять же, это по слухам, командующего войсками НАТО в Европе, генерала Кавали, нынешнего, он, оказывается, сидел в Мариуполе, когда российские войска блокировали Мариуполь, блокировали этот завод, как он там назывался, я не помню, так, Азов, вот, то есть, там Азов сидел, а как-то, так сказать, завод тоже, кажется, там так же назывался, вот, блокировали, когда, значит, сдались вот эти, так сказать, азовцы, там, две с половиной тысячи человек, там, в общем-то, так сказать, были взяты в плены группа военных НАТО, что, их отпустили, генерал Кавали, там, так сказать, прекрасно себя чувствует, так сказать, эти игры, они тоже продолжаются, потому что есть его величество доллар. Как только с этим делом закончится, я думаю, что много чего поменяется, много чего поменяется. Я думаю, что те же самые военные, которые видели, как отправляли вот этих, так сказать, натовских генералов, я думаю, что они запомнили, кто отправлял, откуда пришло это ценное указание. В октябре месяце все начнется. Все начнется. В Америке, там, начнется самое главное событие в Америке, а в остальных частях планеты будут просто аукаться. Аукаться. Так. Дайвер. Добрый вечер. Подолжаете ли вы научные работы в области трансмутации? Конец цитаты. Уважаемый дайвер, мы уже, так сказать, достигли, так сказать, феноменальных результатов. Вот. И, в общем, зачем еще какие научные работы? Уже люди принимают. Уже принимают это. Вот. Это, так сказать, колоссальное, колоссальное достижение. Вот. Исследования проведены. Для того, чтобы, так сказать, делать дальше исследования, так сказать, куча уже исследований. Значит, нужны ресурсы. Вот. Но я думаю, что лучше сейчас помогать людям, чтобы здоровье было лучше. Вот. В реальности, это, так сказать, это очень серьезное достижение. И, скорее всего, так сказать, в древней эпохе люди имели доступ к синтезу стабильных элементов. Вот. Знали, что сделанные элементы, они позитивно влияют на здоровье. Причем хорошо знали. Из-за этого началась война монголов, монголов и наступление монголов на Индию. То есть, они создали империю великих монголов именно для того, чтобы заполучить вот, так сказать, технологию, так сказать, рецепты получения вот этих, так сказать, сделанных элементов. Но рецепты были утрачены. Значит, китайский император, создатель китайской империи Цинши Хуанди, который создал империю, так сказать, в 227 году до нашей эры. Он последнюю, так сказать, часть своей жизни он занимался тем, что пытался, так сказать, заполучить вот эти, так сказать, элементы. То есть, это же все не просто выдумки. Не просто там они, так сказать, высосали из пальца. Они получали реальную информацию, что эти вот, так сказать, сделанные элементы, новые элементы, они очень, так сказать, хорошо влияют на здоровье. Но, к сожалению, он тоже не смог получить. Вот. То есть, позволяет увеличить долгожительство. Позволяют. Но сами рецепты, видимо, он, так сказать, не смог получить. Хотя на территории китайской, так сказать, великой китайской, так сказать, империи, я думаю, что где-то там были люди, которые могли это делать. Вот. Но они не делились с властьимущими. Вот как-то так это было. Вообще, так сказать, история всего этого, очень, так сказать, серьезная и занимательная. То, что мы начали использовать вот эти элементы в медицине, это как раз вот исторические сведения, они подвигли в этом направлении. Доказательства всего это у нас есть. Больше и более, чем достаточно. Вот. Иногда там кто-то, какие-то люди, что-то пишут там. Есть. Более, чем достаточно там. Вот. Так. Слушатели Арии. А тем временем США продолжают закручивать санкционные гайки. В СМИ появились новости, что в информационную систему таможни Казахстана штатовцы устанавливают свои сервера для контроля торговых потоков. Конец цитаты. Ну, я думаю, что, так сказать, смысла уже нет. Все там у них тоже заканчивается. Все. Это причем не решение каких-то людей, не решение каких-то там кукловодов. Это решение высших сил. Я говорил о том, что, так сказать, все, клинч, клинч, ну, может быть, да, вот эти, те, кто стоит за этим, за долларом, они, возможно, тоже не против всего этого. И случился вот этот замечательный клинч с Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Этот клинч не имеет решения. Кто бы что ни говорил. Не имеет. Просто. Все. Они могут закрывать, так сказать, глаза на это, зарывать голову в песок, что там ничего не произойдет. Оно произойдет. В октябре месяце 2024 года оно должно произойти. Ну, всяко может быть. Я, в общем, так сказать, гарантии никаких не беру, но предсказания, как бы, так сказать, они сбываются. Ну, единственное, так сказать, вот там предсказание Жириновского про 18 августа не сбылось, к счастью. Я, кстати, очень, так сказать, этому рад. Я переживал, потому что, ну, я считаю, что американцы это наши друзья, друзья русского народа. Вот. Ну, на Камчатке там, конечно, какой-то вулкан Шилуч начал, так сказать, извержение. Ну, там еще в каких-то местах на земле. Землетрясение там какое-то было. Я счастлив, что этого не случилось. Вот. Потому что еще раз подчеркну, я считаю, что и американцев достаточно позитивно, что они расположены по отношению к русскому народу. И немцы, и французы, и британцы, и эстонцы, и латыши, и литовцы, и финны, в общем-то, так сказать, как только все-таки рассосется с этим, с великим долларом, все-таки закончится. Все в этом мире, вся эта буза, причина для этой бузы закончится. Вот Сергей 1956 пишет, что цены на золото впервые превысили отметку 2550 долларов за унцию. То есть, это как бы цены на фьючерсе. Сегодняшняя цена на золото 2511 долларов, достигли 2528 долларов. То есть, эта отметка уже пройдена. Продавцы этого золота на лондонской бирже металлов самого золота, так сказать, наличного, живого, не имеют для того, чтобы сбить цены. Оно будет только расти. Все. Ну и дальше, так сказать, выход только один. Выход только один. Значит, останавливать доллар. Все. Будьте к этому готовы. Опять же, так сказать, я ничего не хочу утверждать. Я просто считаю, что мы не имеем на это права. Но мне кажется, что вот они остановят всю вот эту, так сказать, финансовую систему. Там эти карточки не будут работать, ничего. Все остановят. Это кажется удивительным и невозможным. Но мне кажется, так сказать, судя по всему, что там происходит и готовится, значит, исключать этого нельзя. Ну, в любом случае, я думаю, что все будет хорошо. в следующем мире, я думаю, что какие-то там моменты наладятся. Наладятся. Все будет. Просто старый мир уходит. Старый мир уходит. Мы пожелаем, чтобы он ушел, так сказать, спокойно, легко, легко, чтобы ушел. Я думаю, что мы будем строить новый мир. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.